Вакурат к юбилею! Концерт в честь своего 50-летия ровесники проведут в полностью реконструированном зале ЦЭВА. Невидимая угроза. В Благовещенске началась масштабная проверка безопасности использования газовых плит. ПМЖ для хищника. Благовещенская рысь попалась в руки спасателям и обрела долг. Показать все, что скрыто, телекомпания «Город» расскажет о личных и профессиональных тайнах своего коллектива. В эфире информационное агентство «Город» в студии Александр Воронин. Здравствуйте! И к первой теме. На ремонт центра эстетического воспитания дополнительно выделят 10 миллионов рублей. Средства поступят уже в этом году. Это выяснилось во время выездного совещания главы региона. Масштабную реконструкцию здания Александр Козлов держит на особом контроле. Вместе с ним на объекте побывала и наша съемочная группа. Вместо мелодий детских песен центры эстетического воспитания наполняют звуки ремонтных работ. На сцене не декорации, а демонтированные осветительные приборы и стройматериалы. Концертный зал переживает свой первый капитальный ремонт. А ведь пристройку ЦЭВа возвели еще в 70-е. Радует многое. Радует то, что будут абсолютно новый зал, сидения, потолок, пол. Радует то, что на сцене будет все выглядеть по-другому. Будут современные механизмы, которые поднимают даже занавесы. Здесь все абсолютно будет новое. Реконструкцию здания решением губернатора начали этим летом. Закончить должны до юбилея ровесников. 29 апреля крупнейшему хореографическому коллективу исполнится 50 лет. В минувшем сентябре танцоры зашли в отремонтированную студию в исторической части здания. Работа в пристройке еще идет. Мы хотели оставить вот этот потолок. Но когда пошли по вентиляции, мы смотрим, что потолок тоже нужно демонтировать, потому что угроза жизни. Рабочим предстоит залатать кровлю, уложить новый пол, оббить стены, обновить сцену и оркестровую яму. И хотя отопление и вентиляция в зале уже есть, на продолжение работ средства нужны немалые. Финансирование идет из двух бюджетов. Соответственно, оно будет определиться с источниками, как мы планировали ранее. Правильно? Тем более сейчас идет формирование самого главного документа, это бюджета Амурской области. И там нужно будет обязательно это предусмотреть. То, что не хватит, исходя из этого. Хорошо? Но 10 миллионов по бюджету этого года мы изменения сделаем и обязательно лимиты доведем. Еще 20 миллионов планируют выделить в 2017 году. Этого без сомнения ждут все 4000 воспитанников центра. Кристиан Добровольская, Денис Лугов. Программа «Город». И к другим темам. Масштабную проверку домов, оснащенных газопроводом, начали в Благовещенске. После взрыва в Рязани провести ее решили сразу несколько ведомств. МЧС, жилой инспекция и газовая служба. Первыми инспекторов приняли дома в поселке аэропорт. При попадании на кухню мы сразу смотрим визуально, как находится газовое оборудование, как оно стоит, как у нас есть доступ к крану. На чужих кухнях Александр не как у себя дома. Хозяйничает у плиты не ради угощения, а проверяет газ. В этом ему помогают нехитрые приспособления. Листок бумаги. Вот. Значит, вытяжка работает. И кисточка с мыльной пеной. И такую пену делаем так, чтобы нам показала все стыки. Если где-то будет какая-то утечка, у нас здесь будет пузырить. На этой кухне утечек нет. Плита исправна, счетчик крутится, как положено. Хозяйку Евгению можно похвалить. Но инспекторы все же вручают памятку о газовой безопасности. Ее женщина передаст главе семьи. Папа наш волнуется за нас. И поэтому большую бдительность проявляет. Всегда следит, чтобы газ был вовремя выключен. Из-за всяких случаев, которые происходят взрывы бытового газа, передают в средствах массовой информации. В квартире этажом выше тоже бдят. Хозяин сам, бывший огнеборец, следил за пожарной безопасностью в аэропорту. Одно единственное, надеюсь, нет, это недочет. Это вот пломбочки здесь одной нет. Ну вот сейчас ее вот элементарно берем, ставим. А, бумажная. Да. Большинство же потребителей проверяющих просто игнорируют. Но до поры до времени. После взрыва в Рязани открывать двери инспекторам стали чаще. Меньше стало и нарушений. Последние, к слову, во всех городах одинаковые. Натянутое белье бывает, вешают, сушат. Это, конечно, запрещено. Двигают плиту и ставят ее не в то положение, которое нужно. Может поставить плиту под счетчик. Это тоже нарушение. Может поставить слишком близко к окну и закрыть кран опуска. Нету доступа. Это тоже как бы нарушение. В отсутствие ЧП газовщики проверку устраивают ежегодно. Куда как чаще дома должны посещать сотрудники управляющих компаний. Помимо заключения договора на техническое обслуживание, в обязательном порядке управляющие компании должны проводить осмотры как системы вентиляции, так и дымоходов. Это у нас осенние и весенние осмотры, по результатам которых должны составляться акты осмотра. Если таких актов не будет, управляйки выдадут предписание. Его неисполнение грозит штрафом до 200 тысяч рублей. Юлия Мишурнова, Андрей Белый, программа «Город». Специалисты МЧС назвали причину пожара в торговом центре «Меркурий». К возгоранию привело нарушение правил техники безопасности при проведении ремонта. Огонь вспыхнул на крыше, где строители резали металл. Их рабочее место не было ограждено сплошной перегородкой из негорючих материалов. А кровля здания сделана из панели с горючим утеплителем. Она моментально вспыхнула. Кроме того, у строителей не оказалось рядом огнетушителей. Это еще одно нарушение. Виновникам происшествия грозят штрафы от полутора до двух тысяч рублей. Майор полиции из Благовещенска признан одним из лучших участковых страны. Всероссийский этап конкурса «Народный участковый» завершен. В нем приняли участие 83 стража порядка из разных регионов. Амурскую область представлял Евгений Оленик. В полиции он служит больше 10 лет и все это время в должности участкового. Его подведомственная территория – не самый спокойный район спичфабрики, где живет около 5 тысяч человек. По итогам всероссийского этапа конкурса Евгений Оленик вошел в десятку самых народных участковых России. Благовещенская рысь получила постоянное место жительства. Ее в пятницу вечером поймали спасатели и отправили в зоопарк Института развития образования – бывший эколого-биологический центр. Как себя чувствует хищник и почему горожанам пока не стоит расслабляться, расскажет Кристина Добровольская. Вот здесь вот стояла миска, она с этой миски ела, сидела. А вот здесь вот стояла машина, где вы сейчас стоите. Мы с мужем вышли на улицу, вот так вот обошли и увидели вот здесь вот рысь. Испугаться волонтер Ольга Зайцева не успела. Более того, сначала подумала отобедать кашей с мясом, забежала соседская собака. А секунду позже поняла – в гости пожаловал настоящий хищник. Не напугались, конечно, но близко не подходили, тоже держали расстояние. Ну, не пугались, как бы нормально. Ну, хоть и хищно, но животных мы любим. Животные уже несколько недель к ряду любят все пользователи социальных сетей. Прогулки рыжей кошки по Благовещенским дворам очевидцы выкладывали с завидной регулярностью. Спасатели выезжали на каждое место. Застать хищницу смогли только в этот раз. Когда накидывали петлю на шею, она как бы сидела, ничего, вела себя спокойно, не агрессивно, ничего. Но когда уже петлю начали подзатягивать, чтобы ее удерживать, она уже проявляла агрессию. Крутилась уже вместе с этой петлей, с этой трубкой у нас. Пыталась эта трубка по двери на крышу дома залезть. Рысь тем же вечером передали в зоопарк областного института развития. Там ее накормили мясом и дали витаминов. Травму кошки не обнаружилось. Но посмотреть на нее все же нельзя. Четырехмесячный котенок от стресса спрятался в вольер. В город его привел голод. Скорее всего, где-то была рядом мать, с ней что-то случилось, потому что рыси держат возле себя котят до года. А этот совсем еще маленький, это вот летнего, наверное, выводка. Я остался один. И вот, ну, будем надеяться, что у него появился шанс, и что ему хватит сил остаться тут с нами. Пол котенка определить пока не удалось. Как и то, он ли был снят на видео. В объектив камер могла попасть и его мать. Горожанам по-прежнему стоит быть внимательнее. Кристина Добровольская, Денис Лугов, программа «Город». Сегодня весь мир отмечает День телевидения. Официально этому празднику всего 20 лет. Столько же 14 декабря исполняется телекомпания «Город». Мы готовим для вас настоящий сюрприз. А еще познакомим с теми, кто делает новости. Насколько трудна жизнь по ту сторону объектива, первым расскажет наш старший оператор Михаил Величкин. Михаил Викторович Величкин родился 31 декабря 1984 года в Благовещенске. Окончил профтехучилище номер 23 по профессии автомеханик-слесарь, водитель категории «БЦ». В 2006 году в жизни Михаила случился крутой поворот. Он ударился в творчество. Устроился оператором в телекомпанию «Город». Сейчас трудится в непростой должности старшего оператора. Значит, смотри, что ты там спотыкаешься, смотри сюда. Заполняющий обязательно. Рассеял, хорошо, значит. Вот этот вот нормально-нормально пойдет. И вот этот еще на меня дашь. Сколько у меня их было? Вот они у меня где. Ну, последний, правда, экземпляр ничего такой. С изюминкой такой. Даже я бы сказал, что-то вот есть, да. Какое-то творческое начало. Я думаю, разовьется, и все-таки будет Дениска у нас отличным, отличным оператором. Бывает, что я выплескиваю, значит, свое творчество не только через объектив и на экраны, значит, наших горожан, но и на бумагу. Возьмешь, бывало, значит, карандаш, бывало, что и несколько карандашей, в том числе и цветные, и, так сказать, творю. Гениально. Естественно, при таком напряженном графике, ненормированный рабочий день, неделя, год ненормированный практически, нужно как-то отвлекаться. Бывает, значит, и за грибочками прогуляюсь, и рыбки половить там. Вот, вот она, вот она, полнометражный блокбастер. Не меньше, не меньше. Естественно, спецэффекты, взрывы, каскадеры. В моем исполнении я режиссер, оператор, значит, постановщик. Ну, где-то так. Не меньше. Частные художественные школы в Благовещенске станут учить детей по единому стандарту, а детские игровые центры станут еще и образовательными. О перспективах развития культурного бизнеса сегодня говорили на совещании в администрации. На встречу специалисты Управления культуры пригласили представителей праздничной и развлекательной индустрии. Цель беседы – расширить спектр услуг в сфере культуры. К примеру, в отдаленных районах Благовещенска не хватает досуговых центров. Тех, кто их организует, городские власти готовы поддержать рублем. До 30 ноября предприниматели могут подать заявки на получение муниципального гранта. Завершит выпуск рубрика «Время спорта». Сколько медалей завоевали благовещенские атлеты в эти выходные, знает Юлия Мишурнова. А я с вами прощаюсь и напоминаю, наши новости всегда доступны на сайте tv-город.рф. Позвонить в редакцию можно по номеру 5242-02. Всего вам доброго и до встречи. Добрый вечер, в эфире «Время спорта». В Благовещенске начали выращивать чемпионов по горнолыжному спорту. На базе «Снежинка» открылась детская школа по данному направлению. Ребятню там принимают уже с 4-х лет. Чему учат, сейчас расскажем. Шестилетняя Настя в лыжном деле новичок. Даже надеть полозья без помощи инструктора пока не выходит. На склоне дела идут лучше, скользит девочка уверенно. И благодаря этому строит далеко идущие планы. Я хочу прям со склона кататься, как взрослые. Я сегодня видела девочку 3-4 года, и она на сноуборде прям с самого верха сюда скатилась. Скатиться с самого верха ребята смогут уже через неделю. Вопрос лишь практики, заверяют тренеры. Семеро спортсменов всего за пару дней научились делать траверс по простому поворот и плуг, то есть торможение. Падать, конечно, приходится, но не часто, если делать все правильно. Об этом знает даже пятилетний Артем, самый младший в группе. Надо на лыжах кататься, а там водить надо вот так вот лыжи делать. У тебя получается? Еще, еще. Молодец. Пять давай. Получится у всех. Ведь Роман Раков разбавляет тренинги своими авторскими игровыми элементами. В основе обучения каноны международных спортивных школ. Все это тренер много раз испытал на деле. У меня дочка катается с четырех лет, я сам катаюсь с четырех лет. Детей персонально поставил уже, ну человек, наверное, 20 точно, маленьких. Мы смотрим на человека, на ребенка, как он катается. Если он все хорошо выполняет, мы предлагаем ему вот, сейчас выступим в феврале, здесь соревнования проведем, они будут выступать. По результатам местных соревнований ребята смогут поехать в облучье, в одну из самых лучших горнолыжных школ. Там поучаствуют в дальневосточных соревнованиях. Еще одни зимние соревнования сейчас в самом разгаре. В субботу в борьбе за Кубок Благовещенска по хоккею сошлись команды «Динамо» и «Темп». В составе последний губернатор Александр Козлов. В этот раз глава Преамурья не смог выйти на лед. Команда, впрочем, все же сумела проявить себя. Порадовала болельщиков счетом 8-7 и продолжила победное шествие в турнире. В следующий раз ее соперником станет второй лидер соревнований «Авторитет». Дальневосточные боксеры поединками почтили память погибшего в Чечне капитана милиции Павла Мосягина. В шестой раз провели турнир в его честь. В состязании поучаствовали спортсмены из Хабаровска, Якутска, Читы, Приморья и Благовещенска. География широкая, а судьи все равно недовольны. Почему? Узнаете с сюжета. За левую. И ушел за левую. За левую. Еще не скажи, где левая? За левую уходи. А как тут не перепутать? Соперники не абы кто. Сплошь перворазрядники и КМСники. 16-летний Давид в Благовещенск ехал как раз за кандидатом. Но звание не досталось из-за малого количества проведенных боев. Где взять больше, если в категории оказалось всего два человека? Единственный финальный бой Давид провел блестяще. А вот удовольствия не получил. Рассчитывал, чтобы провести больше боев, набраться опыта больше. А получилось, что приехало, но заявилось мало человек на эти соревнования. Ну вот именно в моей категории. Недовольными остались тренеры и судьи. Турнир побил антирекорд. На 10 категорий всего 40 участников. И ладно бы соседи подкачали. Не заявились о мурчане. Свободный Белогорск-Шимановск проигнорировали турнир, сославшись на нехватку средств. Забраковать пришлось и нескольких благовещенцев. Тех, кто перед турниром не прошел обследование головного мозга. Во избежание разного рода печальных последствий, справку МРТ у боксеров требуют вместе с квитком о прохождении обычного медосмотра. В последнее время, к сожалению, очень много смертельных исходов на поединках. Потому что не соблюдаются те требования, которые предъявляются для занятия тренеры. Потому что ведут платные группы. И ему уже безразлично, какой он, больной, не больной. Лишь бы он ему платил деньги. В этот раз все закончилось не более, чем с синяками. И триумфом хабаровчан. Они взяли медали во всех категориях. Чуть хуже результат благовещенцев. Второе командное у клуба «Семен». Третье у морского университета. Что принесет любителям спорта этой недели, обязательно узнаете из нашего следующего выпуска. А пока все. Будьте здоровы и не пропускайте время спорта. Субтитры подогнал «Симон»!